Быть хозяином в собственном небе, знать его и уметь защищать. Так можно сформулировать задачи, которые решают военные авиаторы. Для этого они постоянно осваивают новые высоты лётного мастерства. Поддержание уровня натренированности и подготовка лётного состава к выполнению дач боевого дежурства по ПВО. Кроме того, идёт подготовка на класс. У нас осуществляется практическое переучивание на самолёт Су-30СМ двух молодых лётчиков, недавних выпускников нашей военной академии. Примитивно к сегодняшнему дню в связи с приборными метеоусловиями, отработка заданий и упражнений, связанных с не самыми лучшими метеорологическими условиями. В Беларуси с осени до весны погода, как правило, пасмурная. Небо плотно набито облаками, дождь сменяет снег. Для результативных действий в таких условиях требуются определённые навыки и умения. На занятиях лётчикам вводятся визуальные ограничения. Обзор фонаря закрывает специальная шторка. Всё внимание на приборы. Выполняем отработку техники пилотирования и захода на посадку двумя разворотами на 180 по приборам под шторкой. Данный вид подготовки специфичный. Готовим лётчиков к полётам в облаках, чтобы лётчики не терялись. Молодые пилоты выполняют полёты с инструкторами. Какие обороты двигателя держать, как выходить на вираж, какой должна быть глиссада при посадке. Мастера учат чувствовать машину и понимать приборы. День недели назад выполняю вывозные полёты. Начал с зоны на простой пилотаж и также полёты двумя разворотами на 180. Сегодня впервые выполнил полёт в зону на технику пилотирования под шторкой. Больше уделяю внимание приборам. Тренируюсь распределением внимания на будущие полёты. Это, можно сказать, дополнительная сложность в управлении самолётом. Типовые недочёты молодых авиаторов рассматриваются в тренажёрном классе. Специализированные симуляторы позволяют проработать все элементы пилотажа в электронном формате. Имитатор даёт возможность довести действие до автоматизма. Сложнее, наверное, сесть для молодого лётчика. Проход может быть выполнен выше. Лётчик-инструктор может показать высоту выравнивания. Это один, там, полтора метра. По упражнению есть посадка и взлёт с конвейера. Это для отработки конкретно посадки. Пароход над полосой – это для отработки больше захода на посадку. Су-30СМ – авиационный комплекс нового поколения. Он заметно выделяется в парке крылатых машин, интеллектуальной начинкой, высокой динамикой, эргономичностью. Белорусские лётчики освоили управление самолётом. Его характер отработали боевое применение. Министерство обороны выполнили посадку на АУТ. Осталось, чтобы уровень каждого лётчика был максимальным, чтобы он мог исполнять задачи в любое время, как быкнуть в условиях. Подготовка пилотов – процесс непрерывный. В войсках начинаются серии батальонных и бригадных учений, на которых не обойтись без поддержки авиации. А значит, впереди у истребителей много практических занятий, в том числе с представителями других авиационных частей.